Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Внешний вид павильона и входная группа. Затем время затянуло изменение зоны назначения земли, на которой расположен рынок. Проект строительства сейчас повторно проходит экспертизу. Изначально расходы на строительство оценивались в 210 миллионов рублей. Однако пока длились проволочки, строительные материалы заметно подорожали. Какой будет новая стоимость строительства, пока неизвестно. Напомню, что планируется построить двухэтажный комплекс для торговли продуктами и одеждой. Обещали там также разместить фудкорт и зону для детских игр. Программа Экономика. Лжеполицейские выманивают у кировчан сотни тысяч рублей. Об очередных фактах мошенничества сообщает ОМВД. На телефонный обман попался житель Кирова-Чепецка, 91-го года рождения. Ему звонили люди, которые представлялись сотрудником ФСБ и работником банка и предупреждали о несанкционированном доступе к его карте. На якобы безопасные счета, а на самом деле на номера телефонов, молодой человек перевел более 150 тысяч рублей. В тот же день по аналогичной схеме 112 тысяч лишилась жительница Кирова-Чепецка 88-го года рождения. По обоим фактам возбуждены уголовные дела. ОМВД напоминает, что сотрудники правоохранительных органов никогда не станут предлагать перевезти деньги на мифические безопасные счета. Полиция рекомендует не общаться со звонящими, к вас трубку и перезванивать в банк по номеру, размещенному на карте. Экономика. На 101 АФМ. На проходной АвиТека появилась доска в памяти работы в годы Великой Отечественной. Ее открыли в день 80-й годовщины начала войны. На мемориальной доске размещена надпись «В годы Великой Отечественной войны на территории предприятия работал эвакуированный из Москвы завод номер 32 Наркомата авиационной промышленности СССР, который производил агрегаты авиационного вооружения для боевых самолетов». Установить доску предложили в Кировской областной организации ветеранов в рамках проекта «Надежный тыл», который направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Предприятие, которое впоследствии стало АвиТеком, во время войны выпускало продукцию для бомбардировщиков. Люди работали без выходных, смены длились по 12 часов. Экономика. В завершение о валютах. Доллар сегодня 72 рубля 67 копеек, официальный евро 86,71. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM